В прошлом году группа археологов Государственного исторического музея во время экспедиции на Спасскую луку под Рязанью обнаружила необычный древний объект. Находка стала настоящей неожиданностью для всех участников экспедиции. Составив подробный план и проведя множество расчетов, ученые были поражены. Параметры и принцип построения этого странного сооружения удивительным образом напоминали знаменитый английский Стоунхендж. Великобритания. Знаменитый Стоунхендж на равнине Солсбери. Здесь вертикально стоящие камни образуют круг диаметром почти 30 метров. Сверху каменные глыбы соединены другими. Этот хоровод камней ученые назвали Сарсеновым кольцом. Внутри кольца стоят самые большие камни. Их высота около 7 метров, а вес почти 50 тонн. С наружной стороны Сарсенова кольца расположены еще три круга, образованные множеством глубоких земляных лунок. Время сооружения Стоунхенджа – 2800 лет до нашей эры. Спасская лука, Рязань. Здесь следы от деревянных столбов тоже образуют правильные круги. В расположении ям просматривается правильная схема, которую легко проследить на плане. Но что это такое? И кто мог 3,5 тысячи лет назад на территории современной России спроектировать и построить эту удивительно правильную с геометрической точки зрения конструкцию? Неясно и назначение этого древнего строения. Ведь ничего похожего в лесной зоне России археологам раньше обнаружить не удавалось. Подобные сооружения известны, но там нигде нет такой красивой картины столь регулярно выстроенных столбов. Это либо большое количество нерегулярно выставленных мягких столбиков, либо прямоугольные ограды вокруг могил. И никаких возможностей для реконструкции астрономических или культово-ритуальных представлений, действий. Они, в общем, пока не дают. Мы выехали на место раскопок. И, честно признаться, были сильно разочарованы. Потому что рассчитывали найти здесь громадную каменную постройку ничуть не меньше, чем в Великобритании. Но те небольшие ямы, которые мы здесь увидели, совсем не напоминали величественное сооружение древних. Почему же тогда ученые-археологи сравнивают эту находку со знаменитым Стоунхенджем? Археологи установили, что в этих ямах, расположенных по кругу, раньше находились деревянные столбы. Известно, что и в других странах найдены древние конструкции в форме круга. Тайны круговых сооружений из камня не дают покоя многочисленным исследователям еще с эпохи средних веков. Но до сих пор ученые не могут четко объяснить, зачем тысячи лет назад люди воздвигали эти загадочные постройки. Странные сооружения были найдены по всему миру. В Европе, Азии, Америке и Африке. Большинство из них сделано из огромных камней. Поэтому археологи называют их мегалитой. От греческого «мегас» – большой, «литос» – камень. Одни из них были найдены в Италии, в горах Калабрии на высоте 1065 метров над уровнем моря. Возраст этих каменных конструкций – 6000 лет. Необычное круговое каменное сооружение было обнаружено и в США, в штате Нью-Гэмпшир. Вот уже 200 лет специалисты ведут споры о том, как попали сюда эти камни и кто выложил их в лесу с такой математической точностью. Возраст этой постройки – 4500 лет. Следы от огромных камней были найдены и в Германии, в окрестностях Лейпцига. Правда, самих камней на поверхности сегодня уже не видно. Но о том, что конструкция была в форме круга, можно судить по расположению ям, которые обнаружили археологи. Этот мегалит был возведен на полторы тысячи лет раньше Стоунхенджа. Этот памятник не уникален, вот если бы мы говорили. То есть, знают, что был уже рядышком Вудхендж. То есть, как бы, если Стоунхендж – это висячие камни, то Вудхендж, ну, видимо, надо так интерпретировать, как как бы висящие деревья. Вот. На самом деле, это были столбы, вот остались от них, сохранились лунки. Он находится в трех километрах от Стоунхенджа. И некоторые предполагают, что он был как бы как проект вот этого Стоунхенджа гигантского. Но как могла быть связана находка подрезанию с аналогичными древними строениями по всему миру? Ведь они находятся друг от друга на расстоянии тысяч километров. Может быть, три-четыре тысячи лет назад создатели этих странных сооружений могли обмениваться знаниями? Но возможно ли это? Если на карте мира точками отметить места, где находятся эти древнейшие круговые сооружения, то можно увидеть, что расстояния между ними просто колоссальные. Трудно представить, что в пятом или третьем тысячелетии до нашей эры люди могли передвигаться на такие далекие расстояния и тем более пересекать океан. Но может наш мир не всегда был таким, каким мы его видим сейчас? Немецкий геофизик Альфред Вегенер еще в 1912 году опубликовал теорию дрейфа континентов. Он полагал, что они движутся словно айсберги в водах моря. Вегенер считал, материки можно подогнать друг к другу, как детали гигантской головоломки. До 50-х годов у этой гипотезы было мало сторонников. Но сегодня многие геофизики предполагают, что континенты действительно движутся. А значит, у наших потомков будет другая карта мира. Действительно, взглянув на современную карту мира, легко можно заметить, как хорошо совмещаются очертания береговой линии, например, Африки и Америки, если убрать разделяющие их океан. Слово Пангея теперь широко известно. Означает оно единый материк, общая Земля. Ну, в сравнительно недавнем с геологической точки зрения прошлом, все современные материки образовывали единую компактную массу, единый материк. Теперь такой материк называют суперконтинентом. И этот суперконтинент, значит, существовал примерно до начала юрского периода, что означает по современной геохронологии 200 миллионов примерно лет тому назад. А затем, значит, распался с образованием современных молодых океанов. На карте Пангеи расстояние между нашими объектами оказывается уже не таким большим. Но единый проконтинент существовал 200 миллионов лет назад. Значит, построить эти сооружения тогда было просто некому. А что, если 3-4 тысячи лет назад древние возвели эти сооружения по каким-то следам или знаком инопланетных цивилизаций? Вместе с экспертом в области археоастрономии мы решили провести эксперименты воссоздать прежний вид этого сооружения. Интересно, сколько времени тратили древние люди на постройку подобной конструкции? Конечно, у наших предков был совсем другой инструмент. Но при этом они обладали умением и опытом. Но кто поделился с ними опытом? Кто подсказал, как строить? Совершенно очевидно, что при установке столбов древние люди пользовались четким планом. Каждый последующий столб был строго ориентирован по тени, падающей от предыдущего, в определенное время суток. Вряд ли знания такого уровня были широко распространены на Земле. Вероятно, версия инопланетного строительства русского Стоунхенджа еще будет высказана учеными. Ведь именно так было с его английским аналогом. Теория инопланетного строительства Стоунхенджа имеет немало сторонников. Так, например, новозеландский ученый Фред Коррентс считает, что Стоунхендж – это древний космодром. В защиту этой теории выступают и местные жители, которые не первое столетие замечают странные явления, происходящие вокруг. В окрестностях Стоунхенджа часто появляются таинственные пиктограммы. Непонятные геометрические фигуры, как будто отпечатанные на хлебных полях. Кроме того, рядом со Стоунхенджем нередко наблюдаются магнитные аномалии, а компасы внутри каменного кольца отказываются работать. Исследователи подсчитали, что британский Стоунхендж сооружался в течение 300 лет. Из этого следует, что его строители должны были на несколько веков вперед продумать планировку комплекса и последовательность выполнения работ. Но кто мог составить такой временной план? И каким образом он передавался из поколения в поколение? Ведь тогда не было даже письменности. Эксперимент, аналогичный нашему, был проведен группой английских студентов при реконструкции Стоунхенджа. Правда, в отличие от нас, им приходилось иметь дело с довольно весомыми каменными глыбами. Но самое главное при такого рода работах не физические усилия, как это кажется на первый взгляд, а точный расчет, абсолютно соответствующий тому, как это делалось в древности. Английский эксперимент показал, что работа с огромными камнями – задача для человека очень непростая. Даже в наше время, когда под рукой – самое новейшее оборудование. К примеру, сооружение современного телескопа потребовало от американских инженеров и строителей около полугода. Стоило ли древним вообще затевать такое небывалое строительство? Или все же была цель, повинуясь которой создатели Стоунхенджа три века подряд с непостижимым упорством устанавливали гигантские каменные блоки. Но для чего это нужно было племенам, занимавшимся исключительно охотой и земледелием? А может быть, у них были учителя? И именно они передали людям эпохи неолита план этого сооружения, а затем научили пользоваться им в элементарных целях. Но каких? Может быть, истинный смысл сооружения не был ясен тем, кто передвигал и устанавливал тяжелые камни. Возможно, они воспринимали творение своих рук исключительно как предмет религиозного культа, и лишь сами учителя знали тайну сооружаемого комплекса. Но кем они были? Посланниками с других планет, что пытались передать человечеству свои знания. А когда их неведомая цель была достигнута, они покинули Землю, оставив здесь свои творения. Мы уже говорили о том, что все известные сооружения циклического типа, построенные в форме круга, созданы как будто по одной схеме. В процессе воссоздания древней конструкции подрезанию нам пришла в голову мысль, а что если все эти сооружения составляли единую систему? И она служила ориентиром, который был хорошо виден из космоса. А может это некие послания человеку, которое нам еще предстоит разгадать? И все же люди науки с недоверием относятся к версии о внеземных цивилизациях. У большинства археологов и историков есть собственное мнение о предназначении круговых сооружений. Здесь, в этой яме, которая находится в пределах одного из кругов, были найдены части горшка и человеческие кости, аккуратно сложенные рядом. Фрагменты конечностей и кусок нижней челюсти. Удивительно, но эта находка еще более подчеркнула сходство русского Стоунхенджа с аналогичными строениями в других странах. Оказалось, их объединяет не просто схожесть конструкции. Самое главное, эти круговые сооружения, возможно, выполняли одни и те же функции. Осталось лишь выяснить, какие. В прошлом веке на территории английского Стоунхенджа археологи нашли сожженные человеческие останки. Радиоуглеродный анализ показал приблизительный возраст захоронения начала второго тысячелетия до нашей эры. Человеческие останки были найдены еще в одном древнем круговом сооружении в Германии, около Лейпцига. И так стало вполне очевидно, что мы находимся на территории древнего могильника. И все же мы решили продолжить наш эксперимент и завершить строительство. И, как оказалось, не зря. Всю работу мы снимали не только на телекамеры, но и на фото. И тут столкнулись с еще одной загадкой древнего сооружения. Фотоаппарат запечатлел то, что не смог уловить человеческий глаз. Вот эти снимки. Согласитесь, сложно понять, что на них изображено. Свечение, исходящее от места раскопок. Загадочные очертания. Что это? А может, кто-то все время наблюдал за нами? И вовсе не мы руководили строительством, а этот кто-то диктовал нам, что делать. Ученые все как один отказались комментировать увиденное, объясняя всю неисправностью аппаратуры. Но слова руководителей экспедиции убедили нас, что аномалии на фотографиях все-таки могут быть связаны именно с местом раскопок. Именно на кладбищах совершались все циклы, которые одновременно имели и языческую насыщенность, как бы традиционную религиозную насыщенность, это моление о лошадях и так далее. Но в более поздней традиции они уже начинают совмещаться с христианскими праздниками, то есть на лицо такой религиозный синкретизм. И все это происходит одновременно на кладбищах. О том, что этот храм был построен еще до прихода сюда римских завоевателей, можно судить по высказываниям Юлия Цезаря, первый век нашей эры. В записках о Гальской войне он писал о Стоунхенже. Это древнее и поразительное сооружение было прежде величественным храмом друидов. Тысячи лет назад Галлию и Британию населяли кельты. Именно они входили в орден друидов, главных жрецов и хранителей природы. Власть друидов над людьми никем не оспаривалась. И бывали случаи, когда целые армии, готовые ринуться друг на друга, слагали оружие по воле одетого в белые одежды жреца. Орден друидов заслуженно почитался за понимание законов природы. Они обладали глубокими знаниями по медицине, географии, астрологии и естественным наукам. Примерно через каждые 12 недель устраивались церемонии огня. Каждая церемония длилась три дня, начинаясь на восходе первого. Друиды поклонялись Солнцу. Поэтому большинство их обрядов были связаны с огнем, как главным элементом солнечной символики. Важно было прикоснуться к огню, чтобы очиститься. Отсюда пошел обычай перепрыгивать через костер. Больных и детей подносили к дыму. Факелы, зажженные от костров, считались оберегами от молний. Во время своих священодействий жрецы-друиды приносили жертву богам. В соломенное чучело помещали человека и придавали его огню. На протяжении всего праздника горели огромные костры, вокруг которых устраивались обряды очищения. Днем проходили карнавальные шествия, а ночью друиды совершали свои ритуалы. Теперь все столбы на своих местах. Вот так или примерно так выглядело это заупокойное святилище четыре тысячи лет назад. Можно согласиться с тем, что в Древней Англии подобное место могло быть храмом жрецов-друидов. Возможно, они построили такой же храм и в Германии. На территории нынешней России, конечно же, такая постройка никакого отношения к друидам не имела. Хотя, несомненно, здесь тоже были люди, выполнявшие функции жрецов. Но владели они теми же знаниями, что и люди, создавшие аналогичные конструкции в других странах. Исследователей удивляет точность расчетов, по которым строили древние. Тщательное изучение конструкций позволило предположить, что положение столбов было каким-то образом связано с сезонными изменениями, с положением Луны и Солнца. Томила Михайловна, вот в какой-то момент эта тень проходила через столб, который стоял вот в этом месте. Что это значило? Вот 12 часов такой знаменательный этап в течение дня. Вот через 12 минут будет 12 ровно. Вот эта тень, как вы думаете, совпадет со следующим столбом? Это, по идее, она должна совпасть. Мы фиксируем каждый час прохождения Солнца от захода до захода. То есть получается, что это огромные солнечные часы? Да, это огромные солнечные часы. В 1998 году известный астроном Фред Хойл тщательно исследовал Стоунхендж и выяснил, что его творцы знали точную продолжительность месяца и солнечного года. Расчеты на компьютере показали, что этот мегалит является не только солнечным и месячным календарем, но и точной моделью Солнечной системы в поперечном разрезе. А кольца Стоунхенджа моделируют орбиты планет. Причем, если верить параметрам Стоунхенджа, то планет у нас должно быть не 9, а 12. За Плутоном должны находиться еще 3. Нужно сказать, что существование дюжинной планет в Солнечной системе не противоречит современным научным представлениям. Одна из неучтенных планет – это взорвавшийся Фаэтон, а две другие астрономы упорно ищут по сей день. Косвенное подтверждение такому предположению дают и полеты американских космических кораблей «Пионера» и «Вояджера» по мере приближения к границам Солнечной системы их траектории все больше и больше отклонялись от заданных. Американский исследователь Харрингтон провел расчеты на компьютере и выяснил, что корабли «Пионер» и «Вояджер» отклонялись от курса из-за гравитационного влияния неизвестной планеты, чья масса равна десятиземным. Любопытно, но дошедшие до наших дней свидетельства шумерской цивилизации тоже сообщают о двенадцати планетах в Солнечной системе. Английский астроном Хокинс, проведя ряд серьезных экспериментов, установил, что Стоунхендж – это древнейшая астрономическая обсерватория, которая позволяла абсолютно точно вести счет дням и предсказывать лунные и солнечные затмения. Если расчеты археологов относительно астрономических ориентиров древних верны, и мы сможем наблюдать закат в расчетной точке, то, значит, наше воссозданное совершение повторяет британский Стоунхендж не только по своей форме, но и по предназначению. Получается, что древнее святилище использовалось и в астрономических целях. Итак, древнее сооружение под Рязанью, как и английский Стоунхендж, ориентировано по Солнцу и фазам Луны с поразительной точностью. А значит, оно тоже могло служить древним людям для астрономических измерений. Когда последний столб был установлен, мы полагали, что древнее сооружение воссоздано полностью. Однако ученые продолжили эксперимент. Они вели наблюдение с восхода и до заката Солнца, а ночью, если позволяла погода, отслеживали положение Луны и созвездий на небосводе. Тени от столбов совпадали с ямами, в которых теперь уже находились столбы. И неожиданно тень от главного столба совпала с раскопанной ранее ямой, в которой еще год назад было найдено древнее захоронение. Археологи сняли очередной слой земли. То, что они обнаружили, полностью поменяло первоначальное предположение о том, как на самом деле мог выглядеть рязанский Стоумхендж. Находка указывала, что именно в этом месте должен находиться истинный центр всего сооружения. Пока проводился эксперимент по археоастрономии, ученые продолжали раскопки. И буквально на наших глазах было сделано открытие. Были обнаружены следы еще одного мощного, причем наиболее глубоко врытого столба. Оказалось, что древняя конструкция, в том виде, в котором она реконструирована, лишь малая часть очень крупного культового комплекса середины второго тысячелетия до нашей эры. Говорить о его назначении в полном объеме пока невозможно. Ученые продолжают работу. Все открытия, которые были сделаны во время экспедиции под Рязанью, убедили нас в том, что находка археологов действительно сенсация. И эта древняя конструкция не уступает знаменитому английскому Стоумхенджу по значимости. Все рассмотренные нами версии оказались правомочны. Найденное сооружение было многофункциональным. Это сакральное место и древнее кладбище, и храм жрецов, и древняя обсерватория одновременно. И тем не менее остается еще очень много загадок и вопросов без ответа. Мы еще многого не знаем. Но может быть, когда-нибудь человечество достигнет той стадии развития, что научится читать следы, оставленные далекими предками. И одной тайной на нашей планете станет меньше. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ